Карась 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 А приехали мы сегодня на совершенно удивительный карасьный водоем Это бывшие торфоразработки И площадь водного зеркала здесь весьма большая Несколько гектаров Но с другой стороны процент 80, если 90 Этой зеркальной поверхности Там где карась потенциально обитает Закрыто совершенно недоступными местами Недоступно для рыбака Но прекрасно для карася Какие-то старые кусты, старые деревья Заросли, плавучие острова Заросли травы В общем, все что угодно Мели, отмели Куда рыбаку в принципе не подобраться Не подобраться и браконьеру, по счастью А для карася полные раздоль И шикарная кормовая база, и есть где укрыться Место мелкое, и ловить его здесь весьма сложно Он капризный, осторожный И рыбалка редко когда бывает успешной Однако выпадают единичные удачные деньки Когда клев просто изумительный Такие деньки запоминаются рыбаку на всю жизнь И такие места, конечно, тянуты с года в год Помимо прочего, особая трудность этого водоема в том Что глубина небольшая А вода, несмотря на то, что это торфяник Видимо, какая-то микрофлора Здесь существует вода Чрезвычайно прозрачная Мелко, прозрачная глубина Рыбаков бывает много И, соответственно, край чрезвычайно пуглив Поэтому близко ее ловить не удастся Ловить надо на удалении Хотя бы 12-15 метров от берега Дно покрыто не толстым Ну, сантиметров 5-7 слоем ила Ил очень рыхлый И поэтому получается В дальнюю точку точно с берега Прикормку не добросить А с другой стороны, если сделать плотные шары Которые хорошо летят То они просто в этом иле утонут И ничего не получится Поэтому прикормлю я на этом водоеме Особым образом Сейчас все покажу В качестве прикормки беру Один пакет каросиной прикормки Вот такого изумительного зеленого цвета Ну и пахнет очень приятно Разнообразными специями В том числе улавливается запах чеснока Которому наши рыбаки карася просто приучили И к ней добавлю полупакетика Карповой прикормки Она покрупнее фракции Это тоже весьма уместно Карповая прикормка Помимо наличия крупной фракции Еще и хорошего желтого привлекательного цвета В принципе, под карася Часто на отдельных водоемах Бывает лучше прикормку затемнять Делать под цвет дна Но на этом водоеме я почувствовал Что такая контрастная прикормка Тоже карася хорошо привлекает Как обычно, понемножку воды И постепенно ее приводим в готовое состояние Но это как бы только 5% основного дела Главное будет впереди Насчет прикормки Вот, все, прикормка Она практически осталась полусухой То есть я ее увлажню только один раз И для обычной рыбалки Такая прикормка, конечно, не годилась бы Но поскольку прикормить я буду совершенно по-особому То мне нужна именно такая рыхлая Абсолютно легкая Чуть-чуть лишь увлажненная Дальше вы все сами поймете Помимо ветра пошел долгожданный дождь Просто ливень Но время не ждет Карась не ждет Надо его кормить А вот мой главный сегодняшний прикормочный инструмент На ответственную карасиную рыбалке Я без утки практически никогда не хожу Про снасть я расскажу потом А сейчас просто я сделал увеличенный спуск Больше нормы С тем, чтобы снасть в точке Надежно заякорить И именно эту точку очень локализована Очень концентрирована Очень легко Я поверху с ротки как раз и закормлю Ну вот Очень удачный дождик Паутих Сейчас я заякорюсь сам Возле моей стойки И теперь я просто сверху Моей полуважненной прикормкой Локально эту точку и засыплю Что называется Ровным ковром все ляжет поверх ила Никуда ничто не утонет Карась если подойдет Начнет копаться Все с илом это еще перемешает Все будет локализовано Концентрировано И очень вкусно Да, еще опасность в том Что докармливать Очень пугливо местного карася На мелководье проблематично Поэтому я делаю базу Закорм до страшной Это сены сразу на всю рыбалку Сейчас я заодно Немножко спуска прибавлю Чтобы он более устойчиво стоял Но это еще не все Теперь я возьму Немножко опарыша И так же прямо сверху Его Побросаю На дне будет просто полное удовольствие Для карася Но это еще не все Самый главный ингредиент Третий У меня еще в запасе А теперь я беру Лещевый аромат Лещевый Потому что он сделан на базе мелассы Она сама по себе Для рыбы очень вкусна Очень привлекательна Поскольку это концентрат аминокислот Всевозможных Но помимо этого По физическим свойствам Она хотя и растворима в воде Но если ее не перемешивать То она очень тяжелая И она на дно опускается И опустившись на дно В придонный слой Она пропитывает поверхность Слой ила И в нем так и остается И это порой создает Просто изумительный эффект И как это вам не покажется Удивительно невероятно 95% этой мелассы Опустится на дно И как раз то, о чем я говорил На иле Тонким слоем Попитав ил Все это опустится И ляжет на дно Вот это как раз порядка Там Порядка 13 метров от берега Глубина Чуть больше метра Метр сорок, наверное Все Мой такой нетривиальный Комбинированный закорм Окончен Теперь эту точку Нужно оставить в покое Комбинированный закорм Ну, надеюсь, что если в радиусе энного количества метров есть хотя бы несколько карасей, то они не смогут устоять против соблазна нашей прикормки, и они к ней все-таки подплывут. Хотя вот с погодой, сами видите, я сглазил. Бывает всякое, но чтобы каждые 15-20 минут то солнце, то дождь, то ветер, то штиль, это, конечно, да, чересчур капризные же катаклизмы природы. Но что делать? Это рыбалка. Снасть у меня в данном случае классическая карасиная, но, конечно, есть море важных нюансов. Кара здесь берет исключительно неподвижную насадку, с одной стороны. С другой стороны, по всему дну травка где-то меньше, где-то больше, но есть практически везде. Если порыв ветра, так или иначе вода сдвигается, любая оснастка будет плыть, проплыла 5-10 сантиметров, крючок закопался в траву, все, наживка в траве, ни поклевок, ничего, конечно, не будет. Поэтому в данном случае я просто надежно все грузики сдвигаю вместе и якорю оснастку грузиками в точке. В данном случае у меня от грузов до крючка порядка 35 сантиметров, но в процессе рыбалки я опять-таки это расстояние от грузов до крючка буду менять. Если клев будет активным, я грузики начну сдвигать к поводку, а если клев будет ухудшаться, если будет совсем слабый, то грузики я начну, наоборот, от поводка еще больше удалять. Это хорошо известно тем, кто ловит карася на фидер. Бывает так, что 20-30-40 сантиметров, ну нет поклевок или поклевки совершенно холостые, а делается поводок в 60-80 метров и начинаются поклевки. Ну и, наконец, поплывок. Поплывок у меня сделан из мультикалорной антенки, такие продаются вполне доступные. А, в принципе, это аналог гусиного пера, по большому счету. Это как раз и делает его и чувствительным, и устойчивым при течении. Кроме этого, на эту антенку я насадил вот такую вот бабушку. Элементарная бабушка, кругленькая, делается из простейшей пробки из-под шампанского. Их можно сделать набор меньшего-большего среднего диаметра, и в зависимости от того, скажем, если погода ухудшилась, поднялся сильный ветер, просто можно маленькую бабушку сменить на более крупную, добавить одну или две дробинки в качестве груза, и очень просто снасть превращается в гораздо более стабильную. Ветер стих, штиль, клев очень слабый, бабушку снимаем, убираем часть дробинок, у нас получается очень легкая, очень деликатная снасть. Все просто, но очень эффективно. В качестве удилища при ловле на такую оснастку, в принципе, можно использовать любой вариант, и классическую маховую, и классическую баллонскую или проводочную, но я вот в данном случае люблю пользоваться легким матчем удилищем. Четырехметровое, очень легкое матчем удилище, с тестом порядка до 10 грамм, оно очень легкое, очень гибкое, и такую легкую оснастку просто очень удобно забрасывать. Кроме того, с помощью этого удилища, поскольку у меня здесь и катушка стоит с тонущей леской, очень легко леску притапливать. То есть после заброса, если поднимется боковой ветер, поднимется поверхностное боковое течение, я просто несколькими оборотами катушки леску притоплю, популок, кроме того, заякорен грузиками, и снасть надежно стоит в одной точке. В этом случае, куда при погружении крючок с наживкой лег, в этой точке он и будет находиться. Даже если поблизости есть какие-то травинки, то поскольку снасть неподвижная, крючок будет неподвижно лежать на определенной точке, куда он погрузился, то она их не задевает, лежит в открытом виде, караси ее видит, прекрасно находит. Так что сегодня я ловлю четырехметровой матчевкой. А техника ловли предельно простая с матчевой удочкой. Там, где я выбрал точку, которую закормил, я эту точку зафиксирую таким образом. Я делаю переброс оснастки дальше, потом подматываю ровно четыре оборота, и по удалению от берега у меня как раз получается эта базовая закормленная точка. А по ориентиру на том берегу я вижу смещение влево-вправо. Таким образом у меня получается легкий точный заброс каждый раз абсолютно в одну и ту же точку. Под стопор заброс, и четыре оборота. Получаю именно ту точку, которую я и закормил. Самые сладкие мгновения, когда еще непонятно, будет клев или не будет, но, конечно, очень хочется верить, что он все-таки будет. Погода, как видите, такая, что порой и до собственной оснастки дотянуться сложно. А кроме того, ветер то слева. То справа снасть легкая. В итоге, пока забрасываешь, ветер был слева, а пока снасть долетит, снасть легкая, ветер справа. И долетает совсем не туда, куда планировал. Но это все мелочи жизни. Зато леску можно притапливать, и боковое течение не страшно. Конечно, универсальной насадкой на карася является червь. По необъяснимому причине, но в совершенно разных водоемах, в совершенно разное время года, в большей части он именно червя и предпочитает. Но ведь на червя очень удобно. Можно и поводок потолще, крючок побольше. Поскольку червь большой и тяжелый, то увеличенного крючка карась не чувствует. Но, как вариант, вот пока клевого нету, попробую и на мотыля с опаршем. Опаршем обязательно, поскольку какое-то количество личинок я туда побросал. Опаршем карась попробует, и он ему наверняка понравится. Ну, а мотыль – это классика. На рефлекторном уровне вся белая рыба мотыля просто обожает. Три-четыре хороших мотылька и один опарш. Это, конечно, классика на подлещика, но порой и на карася. Бывает при совершеннейшем бесклевье, если, конечно, нет верховки. Если нет активной верховки в водоеме, это изумительная насадка. Есть! Сидит! Идиот! Идиот, колясик, идиот! Есть карасик! Не особо крупный, но отличный рабочий карасик. Вверх, где-то 160-170 грамм. Толстенький, жирненький, черненький, поскольку в темной воде хорошенький рабочий карасик. И хотя один еще совсем не показатель, но по опытовой на этом водоеме я знаю, что если хотя бы один подплыл, значит он более-менее кормится, раз он подплыл на прикормку, значит поймать можно неплохо. Неплохо. Попался. Видимо, за траву, что ли, зацепился. Идет, идет, вышел. Сейчас-то, конечно, бывает, чуть в сторону ушел. Опять за траву. Тут у берега, конечно, трава повыше. Ну, точно. Ну, ничего, я с запасом леску взял. Иди, вот, карасик, иди, вот. Длинный подсачек помогает. Вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, есть. Снасть очередная, красавчик у нас. Ну, явно он уже подошел и клюет. Поклевки осторожно, но поскольку снасть чуткая, деликатная, спуск большой от груза до крючка, он берет, снасти не чувствует и дает отличную поклевку, хороший карасик. Черный, черный совсем. О, какой замечательный. Тут уже грамм 180-190 будет. И тут явно грамм 180-190 будет. Вполне себе товарные карасики. Просто замечательно. Не знаю, где как, а для Подмосковья это совершенно рабочий вариант. Ну, что ж, потихоньку расклевывается. Я уже на червячка одного поймал, и уже нет необходимости с мотылем мучиться. Можно уже и на червя. Небольшого червячка и опарыша. Ну, как хорошо все. Хорошо, что я концентрированно и локализованно все это закормил поверху. Часть прикормки он съел, а часть, то, что более мелкой фракции, конечно, так и осталось. Сылом перемешалось. Ну, и, конечно, опарыша он тоже большей частью поел, если не всех. Но, с другой стороны, тот карасик, который хотя бы одного опарыша скушал, он уже вряд ли куда с этого пятна уйдет. И если даже сам он не будет клевать, то самим фактом своего присутствия он будет привлекать к себе других собратьев. Поклевка уверенная, хорошая. Карасик хорошо сопротивляется. Ну, я уже как бы достаточно форсирно вываживаю. Уже поймали много. Сходов практически нету, поэтому уже можно как с первыми, так и не деликатничать. Вот он, какой хорошенький. Вот он, есть. О, хорошенький карасик. На червячка-то покрупнее. Прям в руке сорвался, а вот червь у него во рту остался. О, какой замечательный карасичник. О, какая прелесть. Замечательный рабочий вариант. И клюют просто изумительно. Я уже червей-то почти всех изловил. Ну, как дело, хорошо наладилось. Даже опоршу отмелень перенасаживать, пусть пометый остается. Червь шевелится, клюет исправно. И замечательно. Опять дождичек посетил. Ага. Идиот, очередная красавица, идиот. Вот он какой, буйный. Светленький попался. Вон сколько травы вместе с крючком пока вываживал. Так, между тем, погода совсем вышла из-под контроля. Уже начинается жуткий дождь. Но мы к середине дня наловили более чем достаточно рыбы. И с полным на то право можно собираться домой. Вот они прыгают. Ну, вот, дорогие друзья, только что поливал дождь, а теперь вышло солнышко. Наши старания сегодняшние не прошли даром. Мы наловили больше чем пол ведра, 17-литрового ведра, вот таких замечательных карасиков. Продолжение следует...